В год 30-летия независимости областная филармония имени Гарифулы и Курмангалиева отмечает 55-летний юбилей. В связи с такой датой артисты планируют порадовать уральскую публику концертами и другими творческими мероприятиями. Все подробности в сюжете Алма Гульджемписовой. Эпидемии приходят и уходят, а искусство и музыка вечны. Несмотря на ограничительные мероприятия, работа артистов не останавливается. По мере возможности они приходят сюда и, вдохновляясь творческой аурой, продолжают творить. Среди 170 человек всех творческих коллективов филармонии есть люди, чьи авторитеты и мастерства стали гордостью культуры не только региона, но и всей республики. Это обладатели орденов Парасат, Курмет, лауреаты всевозможных конкурсов «Лучшие в сфере культуры». Имена Хатимулы Бердогалиева, Жаналсон Хасановой, Антхали Хужакова, Еркана Утиденова, Еркана Нурмбетова и многих других хорошо известных в Казахстане. Песня «Лучшие в сфере культуры» На одном из концертов мы выступали с Казахским народным оркестром. Это был юбилейный концерт, кажется, в Казахском драматическом театре. И мы исполняли «Большую льетту», чем мне запомнилось. Мы уже практически его исполнили. И вот на окончании произведения погас свет, выключился микрофон. Ну, бывали такие вот каверсные моменты. Но, как меня вычил педагог, чтобы не случилось на сцене, ты продолжаешь петь. И я, конечно же, продолжила это исполнение. И меня просто подхватил этот оркестр. И я им благодарна. Тут вот выразился их профессионализм. Произведения мы вынесли и достойно вынесли. И, конечно же, зрители нас поддержали. Не менее популярны творческие коллективы филармонии. Это танцевальный народный ансамбль «Назырьке», оркестр казахских народных инструментов имени Довлеткирея, классический камерный оркестр, фольклорный ансамбль «Орал Сазе» и другие. С повышением квалификации музыкантов с годами улучшается и оснащение коллективов. Фольклорный ансамбль «Орал Сазе», который также входит в состав областной филармонии, постепенно обновляется новыми музыкальными инструментами. К примеру, в этом году сюда поступил впервые полный комплект «Шан-Кобоза». Само здание, где расположена филармония, является историческим памятником. Это отличает ее от других по стране. 20 лет назад здесь провели капитальный ремонт, который кардинально изменил и преобразил объект культуры. Для этого специально приглашали дизайнеров и специалистов из Италии. Я сама видела своими глазами, как это все делалось. Видела старую филармонию. Мы гордимся своими залами. Дело в том, что если по каждому залу остановиться, в каждом зале у них свой интерьер. Мебель подобрана, видите, по вкусу занавеси. Китайские стены обшиты китайским гобеленом. Это для того, чтобы звук держал. Стены исторического здания имеют потрясающие акустические данные, что дает возможность прочувствовать мировую классику во всей ее красе. Об этом говорили даже мировые звезды, выступавшие на сцене, говорят музыканты. Юбилейный год для артистов обещает быть насыщенным и плодотворным. Старт к празднованию будет дан в феврале месяце. К тому же в этом году все наши мероприятия приурочены и к 30-летию независимости, говорит руководство филармонии. В связи с 55-летием филармонии мы планируем ряд концертов. Собираемся открыть памятную доску на стене здания. К тому же предусмотрены мероприятия к 180-летию Мухита Миралиева. К этой дате планируем концерт с участием артистов-последователей этого великого музыканта. В планах также гастроли в соседние регионы, в зависимости от эпидситуации. Среди новостей в работе – открытие информационного отдела. Теперь все новости филармонии, помимо сайта, можно будет найти и в социальных сетях. Готовясь к празднованию, каждый артист и музыкант желает родной филармонии воплотить в жизнь все яркие творческие планы. Уважаемые ветераны культуры, ветераны филармонии, действующие работники, артисты, музыканты, коллеги, хочу поздравить с 55-летним юбилеем со дня основания Западно-Казахстанской областной филармонии имени Гарифулы Курмунгалиева. Я считаю, что мы все вместе долгие годы носили очень большой вклад в развитие национальной музыки, национального искусства в нашем регионе.